Радио Болтком Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Елена Привалова. И сегодня мы в эфире разыграем лекцию, мою онлайн-лекцию об органных токкатах Иоганна Себастьяна Баха. И в промежутке передачи нужно позвонить по телефону 672-12-939 и расскажем, как же выиграть эту бесплатную лекцию. А в гостях у нас сегодня замечательная альтистка, российская, хотя, наверное, вернее сказать, белорусская, Дарья Филипенко. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте, Елена! Приветствую, уважаемую аудиторию! Да, Дарья у нас играет сейчас в симфоническом оркестре «Новая Россия», это под управлением Юрия Башмета, хорошо с ним знакома. Но до этого у нее была достаточно активная и интересная творческая жизнь, в частности, она даже работала в Китае. Ну, Дарья, расскажите, как начинался ваш творческий путь? Когда пошли в музыкальную школу, где пошли? Я пошла в музыкальную школу в достаточно традиционном возрасте, в 6 лет. Я училась в школе при консерватории в Минске, в Белоруссии. Я действительно в Белоруссии, мне сложно определиться с тем, белорусская я, альтистская или российская. Я считаю, что и то, и другое. Да, я училась там, это школа такого типа, как ЦМШ в Москве, спецшкола, где музыкальные и общеобразовательные предметы объединены в единый такой образовательный процесс. На подобие, как в Риге, музыкальная школа Дарзене, где также и общеобразовательные предметы, и музыкальные все в одной школе. Наверное, специальные школы остались на всем постсоветском пространстве. Да, это верно. Даже все альтисты начинают со скрипки. Да, это верно. Есть тенденции западноевропейские, американские, где детей сразу начинают учить на альте, просто делают маленькие инструменты. Но на постсоветском пространстве и в Советском Союзе дети начинали играть сначала на скрипке, а потом по достижении определенного возраста, когда уже тело позволяет, руки достаточно длинные. И вообще понятно, что ребенок, подросток уже сможет справиться с инструментом больше лично, чем скрипка, вот тогда уже переходит на альте. Это происходит где-то в 13-15 лет, вот у меня тоже произошло в районе 13-14 лет, 9 класс. То есть это должна быть определенная физическая фактура или это все-таки по каким-то другим параметрам? Ты вот достаточно высокая девушка, и по тебе сразу можно сказать, что это возможная фактура. А все-таки как чаще, вот Сергей Полтавский тоже очень известный альтист российский, твой коллега и друг, он тоже высокий. Ну а как, в принципе, выбирают, переходят на альт, почему? Ну, существует огромное количество анекдотов по этому поводу, потому что считалось, да, до недавнего времени, может быть, многие до сих пор так считают, что на альт переходят неудавшиеся скрипачи, те, кто не могут играть уже в средней школе или в училище капли сапогонения, их надо куда-то, значит, что-то с ними делать, если люди способны, и поэтому их переводят на альт, потому что у альта якобы не такой виртуозный репертуар. Но это уже не совсем реальность, потому что за 20 век очень много было написано виртуозных сочинений для альта, и там уже тоже надо уметь справляться. Когда я училась, действительно переводили скорее по фактуре и по склонности к, как сказать, к интеллению, да, то есть альтист, он во многом больше должен быть и задачей, и звучанием именно, а не виртуозностью, в силу репертуара, да. А почему, в принципе, сначала была скрипка, кто тебя отвёл? У меня мама музыкант, она работает в этой школе, работала тогда и работает до сих пор, она играет на белорусском народном инструменте цимбалы, вот, и, ну, было заметно, что хороший слух у девочки. И музыкальность, я пела песенки, вот, и когда меня привели в школу, посмотрели руки, послушали, как я пою, и сказали, что, конечно, очень хороший слух, а когда очень хороший слух, стараются отдавать детей на струнные музыкальные инструменты, потому что это, в принципе, важно для струнников, иметь хорошее интернерное. В принципе, пианистам тоже очень важен хороший слух, да. Безусловно. И у всех потом есть такой предмет, как сальфеджио, и для тех, у кого нет слуха, это один из самых ужасных предметов в мире, наверное. Согласна. Ничего более ужасного нет, когда... Я помню, у меня тоже был и есть абсолютный слух, и я поступала в музыкальное училище в Оренбурге. И был предварительный диктант, я написала его блестяще, так как всегда просто записывала ноты сразу. И ко мне подошла мама одной девочки и говорит, «Как ты пишешь диктант? Научи мою дочку». Он на неё так смотрел, я говорю, «Ну как?» Вот звучит... Играют ноту, и минутка поют. Я нотка ля, потом я нотка рэ. И я потом уже понимаю, что, наверное, эта женщина подумала, что я над ней издеваюсь. Но я действительно была искренним ребёнком в 15 лет, и честно ответила, как же я пишу диктанты, да, они действительно поют эти нотки. Да, они сами за себя говорят, я с тобой согласна. Ну вот... Ну вот... Можно воспитать, он воспитывается, безусловно. Не обязательно иметь отрождение, абсолютный слух, чтобы играть на музыкальном инструменте. Абсолютно верно. И как раз сейчас отличают относительно абсолютный слух. Да, когда действительно это можно просто воспитать. Это, как говорят... Мне кажется, в принципе, не бывает человека, которого нельзя научить петь и нельзя научить слышать. Потому что играть-то действительно можно каждого. Вот это просто годы тренировок, годы-годы. Даша, сколько у тебя лет ушло на музыкальное образование? Ой, я всё время пытаюсь считать и сбиваюсь со счёта. Ну, я закончила школу при консерватории в Минске, потом я приехала в Московскую консерваторию, когда мне было 17 лет. И училась там, а потом закончила аспирантуру в Московской консерватории. А потом я ещё ездила на мастер-классы после окончания аспирантуры. Я вот думаю, это можно считать образованием или нет. Но на моё, так скажем, консерваторское специальное образование и то, что было в школе, ушло порядка 20 лет. Как-то так. Чуть меньше, может быть. Ну, музыканты, мне кажется, это одни из самых самоотверженных и, мягко говоря, оголтелых людей, которые хотят учиться, учиться и учиться. Они сначала... Это музыкальная школа, потом колледж, если это не десятилеткого сразу, как у Даши. Потом это консерватория 5 лет. После консерватории это обязательно аспирантура. Или если не аспирантура, то другая консерватория в другой стране какой-нибудь. А часто бывает, что после той консерватории в другой стране возвращаются опять в родную московскую консерваторию и там ещё в аспирантурию учатся. А после этого опять ещё много мастер-классов. И вот так вот годам 30, может быть, кто-то останавливается на том, что, ну, всё, хватит учиться, можно начинать работать. Но, кстати, многие как раз именно струнники, они начинают работать раньше всего. Потому что это бесконечное выступление, ну, скажем, на халтурах. Я всё пыталась убрать это слово «халтура». Да, и вот, Даша, расскажи нашим слушателям, потому что для многих халтура – это просто вот как, ну, халтурно там выполнить работу. А что именно для музыкантов, для нас, значит, именно это слово «халтура»? Ну, халтура, конечно, это не качество исполнения, а просто это какой-то дополнительный заработок. А для студента это просто заработок, потому что других источников нет. Вот, я должна сказать, что у меня с халтурами как-то не очень сложилось как раз во время учёбы. Вот, первая моя халтура как раз случилась вместе и благодаря Серёже Полтавскому, вот, которого мы сегодня упоминали. Он позвал меня поехать на подмогу в какой-то оркестр в регионы. Я не помню, вот, к сожалению, город. И мы с ним вдвоём, так сказать, спасали, не спасали положение, а просто, ну, недобор балансистом где-то в камерном оркестре приехали играть в программу. Вот, это была моя первая халтура, она очень въелась мне в память, было очень весело и хорошо. А потом так сложилось, что на втором курсе консерватории я сыграла конкурс в оркестр, собственно, в котором я до сих пор имею честь трудиться, «Новая Россия» было руководством Юрия Башмета. Это был как раз тот год, 2003 год, когда Юрий Башмет пришёл в качестве худрука в этот оркестр. И поскольку я, как, наверное, большинство альтистов русскоязычных и не только русскоязычных на постсоветском пространстве, ну, всегда считала Юрия Абрамовича Башмета своим кумиром, да, я на него равнялась, и он был для меня фигурой очень важной, я решила сыграть в конкурс, и мне повезло, я туда прошла, после чего халтуры из моей жизни ушли. Не успев начаться, они уже ушли сразу. Ну, халтуры, они присутствуют у тех, у кого нет постоянной работы, вот как у Дарьи, да, у нас в гостях сегодня как раз альтистка Дарья Филипенко. И халтуры, кстати, вот так мы и не сказали вам, что это такое, это выступление профессиональных музыкантов на корпоративах, на свадьбах, на каких-то закрытых концертах. И вот так музыканты называли таким словом халтуры, в принципе, вполне серьёзные мероприятия, тем самым, как бы, потому что точно так же к ним готовились и струнные квартеты, и фортепианное трио, это играли серьёзные программы, поэтому для многих это была такая школа жизни. Ну и, кстати, в Московской консерватории с первого года у струнников есть симфонический оркестр. Почти все его, конечно, прогуливают, но такие, как Дарья, они решают сразу идти в оркестр со второго курса консерватории. Ну, Дарья, тогда ты посещала симфонический оркестр уже консерваторский, или ты решила, что всё, хватит мне, у меня есть оркестр, зачем два? К сожалению, моего решения было недостаточно, и это был очень большой конфликт с деканатом, потому что я училась в то время, когда вообще ещё студентам иметь постоянную работу считалось не совсем приличным, это вообще преследовалось, да, профессора не приветствовали. Сейчас как-то с этим попроще, но всё равно считается, что это отвлекает от обучения и так далее, и так далее. Вот, и мой директор оркестра, к сожалению, он ушёл несколько лет назад, Роберт Евгеньевич Бушков, легендарная личность, он писал собственноручно письма декану факультета о том, что я сыграла много-много программ в профессиональном оркестре, и, пожалуйста, освободите альтистку Дарья Филипенко от необходимости сдавать оркестр в консерватории. Но мне на встречу шли крайне редко, поэтому я всё-таки играла положенное количество программ в консерваторском оркестре, поэтому опыта у меня очень много. Зато эти выступления в симфоническом оркестре, где струнники ходили через одного обычно, иногда и через трёх, очень забавны были заключительные концерты. И вот наша однокурсница с Дарьей Ириной Валикжайной рассказывала, как они играли под управлением Левина. Болеро Равеля, не знаю, в этот концерт была ли Дарья в одном оркестре с Ириной Валикжайной. Не помню. Когда просто оркестр чудовищно разошёлся, и Левин никак не мог собрать, то есть там барабан с этой знаменитой мелодией стучит в одном ритме, духовики играют в другом, струнники пытаются что-то держать, но, естественно, у них ничего не получается. Левин краснел, бледнел, додирижировал до самого конца. Но потом всё-таки, знаете, иногда публика была очень благосклонна, так хорошо аплодировали, что решили, что Левин решил, вот он второй шанс. Мы уже порепетировали, сыграем второй раз. И второй раз они уже сыграли блестяще. Была генеральная репетиция, но раз ты не помнишь, значит, ты там не играла. Нет, я не помню. Я помню одну из программ, когда мы играли первую симфонию Рахманинова, и там были ноты очень старые, рукописные ноты, а темп был очень быстрый. И я, конечно, была на одной из репетиций перед концертом, и, в общем, этой симфонии ещё не было в моём репертуаре. И когда мы вышли с консерваторским оркестром играть эту симфонию, я сидела помощником за пультом, это человек, который переворачивает ноты. Я поняла, что я вообще, в принципе, ничего сыграть не успеваю и не могу, потому что ноты надо вертеть очень быстро. И где-то половину части, в которой вот был этот фрагмент, я занималась только тем, что я пыталась словить что-то, что надо сыграть, а потом начинала снова вертеть ноты. И после этого, когда я уже сыграла в «Новой России» первую симфонию, по нормальным нотам, я вдруг осознала, что это, в общем, очень интересно играть, а не только переворачиванием ноты. Но, кстати, многие музыканты, особенно струнники, в консерватории им трудно определиться, стать ли сольным исполнителем или оркестрантом, оркестрантом или играть в дуэте, да, то есть ансамблевая, но это ближе именно к сольному, как ты определилась? Именно то, что на втором курсе ты пошла работать в оркестре, или ты сразу уже знала, что будешь работать в оркестре? Нет, конечно, я не знала, я до сих пор не могу сказать, что я определилась. Дело в том, что мне кажется, что для альтиста вообще очень важна универсальность в репертуаре, то есть очень важно владеть многими гранями профессии, уметь играть и в оркестре, и в ансамбле, и, если необходимо, нужно сыграть соло, потому что у альтистов нет такого сольного репертуара, который позволял бы делать такие блестящие карьеры, как у скрипачей. И даже вяланчелистов. Да, и даже вяланчелистов, к сожалению, у нас нет концерта Чайковского, нет концерта Рахмайнова, даже нет концерта Дворжика, который... Даже нет концерта Мендельсона. Мендельсона, да. И даже у Баха нет. Да, ну, с Бахом мы как-то определились, мы там играем немножко, написано для других инструментов. Вот, поэтому оркестр вообще, я воспринимаю игру в оркестре как игру в ансамбле. Основа игры в оркестре это ансамблевая игра, всё равно ты слушаешь людей, возможности, которые играют рядом с тобой или в других группах. Вот, конечно, дирижёр, безусловно, это другой репертуарь и так далее. Вот, но я пошла в оркестр не потому, что я очень... Как сказать, я не думала об этом, я шла за фигурой, да, за фигурой точно руководителя. Да, и я очень счастлива, что это случилось, потому что, ну, очень много мне удалось получить и взять от Юрия Абрамовича. Он очень много занимался со струнниками, продолжает заниматься, выдавая все свои секреты без всякого, ну, как бы, без ограничений. Ты, кстати, уже в его авторских проектах тоже принимаешь участие, судя по тому фотографиях, у вас достаточно тёплое отношение с Юрием Абрамовичем. Ну, да, я очень рада этому. Я ездила к нему на мастер-класс, я выступала не только в составе оркестра на фестивалях, которые он проводит, но и в составе камерных ансамблей, в составе квартетов, дуэтов, трио, да. Так что это, в общем, большая очень часть моей жизни, отношения с художественным производителем. Ну, а как же тебя оркестр отпустил в Китае, когда тебе сделали предложение? В каком ты городе работала? Я работала в городе Гуян, это провинция Гуйчжоу на юго-востоке Китая. Как меня отпустили, это тоже я не знаю, до сих пор не очень понимаю, как. Но я думаю, что просто это человеческие качества Юрия Башмета, который посчитал, что если артист хочет, если ему необходимо по каким-то причинам поработать в другой стране, в другом месте, и это ограниченный контракт, это был контракт на два года, то можно позволить ему это сделать без ущерба для основного места работы, потому что я после того, как отработала контракт, вернулась обратно в Новую Россию. Ну, и, кстати, по контракту в Китае ты была концертмейстером группы Альтов, да? Да, я была концертмейстером в Новой России, у меня позиция тут, и мне было интересно, конечно, попробовать себя в более высокой должности, на более высокой позиции, и мне было интересно, получится ли у меня, в чём разница, и так далее, и так далее. Ну, получилось, мне было очень интересно, это интересный опыт. Как к тебе прислушивались коллеги иностранные? Ну, они прислушивались. Вообще в Китае существует пиетет перед русской советской исполнительской школой, и они с большим уважением относятся к музыкантам из России, из Белоруссии, вот последовательной школы советской. И у меня был очень хороший контакт с группой, с коллегами. У нас был некий словарный ограничение, был языковой барьер, но они очень хорошо говорят по-английски в основном, я тоже говорю по-английски. Потом я начала учить китайский, пока я так жила, я его учила. И уже к концу моего пребывания там нам было совсем уже легко общаться. То есть ты за два года выучила китайский язык? Я не могу сказать, что я его выучила, но я его учила, и в конце своего пребывания там я уже очень хорошо понимала и могла сказать то, что я хочу сказать, и меня тоже понимали. Те, кто знаком немножко с китайским языком, поймут, что это, в общем, достижение. Ну, это огромное достижение. Я как человек, который живу в Латвии, до сих пор, стыдно сказать, да, я 7 лет живу в Латвии, но по-латышски еще не говорю, поэтому я тебе завидую, конечно, за два года это блестяще, блестяще. Даша, а какой вы репертуар играли в Китае? Отличается ли он от репертуара симфонического оркестра в России? Нет, не отличается. Есть некоторые особенности. Естественно, в Китае тоже есть национальная академическая музыка, и мы играли современных авторов китайских. Это были очень интересные концерты, просто очень любопытные. Кроме того, они очень любят свои национальные инструменты, и для них тоже пишут композиторы. И для такого рода инструментов с симфоническим оркестром тоже есть концерты, пьесы и так далее, и так далее. Это, конечно, было очень любопытно. А что касается академического искусства, то там очень все традиционно. Мы играли там даже ту музыку, которую вообще в Москве я не играла. Например, «Планеты Холста». Ну, я как-то вот в Москве, мне не доводилось, а там очень много было сочинений. Рихард Штрауса мы очень много играли, которые... Ну вот для китайцев эта музыка, она очень свежа еще пока. Может быть, от региона к региону немножко разнится. В Пекине более искушенная публика, там подальше от центральных провинций в Мине, но они готовы с большим удовольствием слушать все. И западноевропейская музыкальная традиция для них сейчас... Это очень модно и популярно. Кстати, «Планеты Холста» немножко знакомы нашим рижанам, благодаря тому, что приезжал дуэт... Вернее, даже у нас целая банда приехала. Это три органисты и баритон Антон Варенцов, и они всякие с того Павла устроили прям настоящую мистерию. И «Планеты Холста» играли на органе в четыре руки. Один органист был ударником, потому что там есть ударная установка. Это было так ярко, так интересно. А так действительно, за эти семь лет, которые я здесь живу, ни разу «Госта Холст» не звучало. Кстати, он мне очень близок, потому что это была тема моей курсовой работы в Московской консерватории. На втором курсе. Правда, я совершенно не помню, что я там писала. И да, точно так же, как... Хотя я была музыковедом, но писалось мне всегда очень-очень трудно. Ну и, кстати, коли уж я заговорила о музыковедении, дорогие друзья, я хочу разыграть два... Ой, всё время два билета, конечно, конечно, потому что я больше всего равно играю концерты, а не читаю лекции. А здесь, в связи с тем, что я записываю диск, можно сказать, что уже записала, потому что сессии проведены в Домском соборе до 6 декабря мы в течение пяти дней писали. И это все органы и токаты органы Себастьяна Баха. И я решила, что помимо того, что интересно будет послушать сами органы и токаты, будет интересно узнать поподробнее, о чём органы и токаты, и о жизни самого органы Себастьяна Баха. И именно к этому приурочена моя онлайн-лекция «Все органы и токаты органы Себастьяна Баха». И вот бесплатное участие я хочу разыграть среди наших слушателей. Первый, кто позвонит по телефону 672-12-939 или 672-13-939, я подарю эту бесплатную онлайн-лекцию. Кстати, Дарья Филипенко, она преподает, наш сегодняшний гость, российская или белорусская артистка, она преподает и альт, и скрипку тоже онлайн. И вот с пандемией, конечно, это очень удобно, но всё равно, насколько вот этот онлайн-формат годится для преподавания? Ты знаешь, Лена, я очень долго сопротивлялась этому формату, потому что у меня такой подход очень человечный, как мне кажется. То есть мне нужно обязательно чувствовать, в каком состоянии психологически, эмоциональном находится человек, с которым я работаю. Обязательно нужно походить вокруг, посмотреть на его руки, насколько они расслаблены, иногда дотронуться. И, конечно, звук самое главное. То есть если ты работаешь с профессионалом, обязательно нужно следить за фразировкой, учитывать малейшие градации, динамики, развитие и так далее, и так далее. Но пандемия, конечно, несла свои коррективы. Поскольку я занимаюсь не только с профессионалами, но и с любителями, и с начинающими детками, оказалось, что онлайн-формат может быть для многих очень полезен, потому что, например, вот один из моих учеников, маленький мальчик, который живет с родителями в Дубае, у него просто нет доступа, он очень способный, у него нет доступа к преподавателю такого уровня, который устроил его родителей, и, возможно, соответствовал бы его способностям. И тогда онлайн становится чуть ли не единственным выходом, и нужно к этому как-то приспосабливаться. И я понимаю, что для них это польза. Да, не такая, какая могла бы быть приличная присутствия, но все-таки это польза. Поэтому надо, наверное, не бояться пробовать новые какие-то форматы и что-то из этого вносить полезное. Ну, это действительно так. Что же делать, если пандемия вносит свои коррективы? Ну, в данном случае, когда ребенок в Дубае, то это даже и не только пандемия. Дарья, ну, в принципе, у тебя получилось, что ты и в оркестре работаешь, и также у тебя складывается и сольная карьера, потому что ты принимаешь участие в известном проекте Сергея Полтавского, который, я знаю, как будто вы вместе начинали. И я помню его сожаление, когда он писал, вот наша прекрасная Дарья уезжает в Китай, как же мы будем проводить этот фестиваль. Потому что очень-очень много помогало. И как тебе удается совмещать все вместе? Потому что все равно это очень большая нагрузка и работа в оркестре, и еще и сольное творчество. Ну, мне удается это совмещать только благодаря тому, наверное, что мне это все очень интересно. Я думаю, что это мой двигатель. И я как-то никак не могу остановиться. То есть мне все время хочется что-то новое собирать, что-то новое узнать. Что касается... Ну, как основная сложность совмещения оркестровой игры и всевозможных сольных камерных проектов, это расписание. Вот расписание мое превращается уже в какую-то несовместимую с жизнью вещь. Это вещь и... Концерты, то есть, а вечерние? Концерты вечерние. Да, концерты вечерние, репетиции тоже вечерние, потому что Юрий Абрамович степетирует вечерами. Вот. Но меня спасают еще очень хорошие отношения с моими прекрасными коллегами в группе оркестровой. Мы как-то идем друг к другу навстречу, находим какие-то компромиссы. Конечно, хорошее отношение с руководством оркестра. И мои коллеги, с которыми я играю камерную музыку, которые тоже готовы ставить репетиции туда, где есть у меня еще окна. На 6 утра? Ну, почти. Почти. Вот. А еще я хотела сказать, что замечательный фестиваль, который Сережа придумал, называется он «Viola is my life». Да, мы его делали вместе. Я помогала, просто все равно у нас худрук Сережа Болтавский. Вот. Это важное событие для атистов. И очень жаль, что этого не было в этом году, в прошедшем году, календарном из-за пандемии не проходил фестиваль. Но очень симптоматично и любопытно то, что мы беседуем с тобой именно сегодня, потому что сегодня День альтиста. У меня нет слов. Мы хорошо празднуем День альтиста и прославляем этот замечательный инструмент. Но мне, кстати, кажется, что благодаря Сергею Полтавскому, ну, вот сначала благодаря Юрию Абрамовичу Башмету, потом, конечно, вот после того, как он очень много сделал для альта и вывел его в сольный инструмент, когда были созданы выдающиеся концерты для альта с симфоническим оркестром и многокамерной музыки, где альт именно заиграл как сольный инструмент. А после этого появилась целая плеяда вот таких моих однокурсников, Сергей Полтавский, Дарья Филипенко и еще много альтистов, которых я лично не знала. И благодаря этому фестивалю Виола Измайлав, правильно я сказала, да, сейчас даже? Да. Я увидела, как много есть концертирующих альтистов. Мне кажется, я даже очень многих забыла назвать, которые тоже очень известны и любимой публикой. Назови их, раз уж сегодня День альтиста. Да, конечно, конечно. Ну, вот сегодняшний День альтиста пройдет благодаря энергии Сережи Тищенко, который решил, что нам надо собраться и праздновать этот День альтиста. Замечательный альтист, который играет очень много старинной музыки, сотрудничает с массой замечательных ансамблей, играет в соло, в ансамблях. Есть прекрасная альтистка Ира Сопова, есть замечательный Саша Татаринов, есть Максим Новиков, сейчас я кого-нибудь забуду, и меня будут бить палками. Да, потом послушают нашу передачу, скажут, как ты меня забыла. Давай больше никого не будем называть, чтобы никто не обиделся. Не обижаетесь, друзья, просто сложно собрать. Даша просто волнуется. В конце концов, концерты каждый день, а прямой эфир не каждый день. Надо готовиться. А этот вопрос мы заранее не подготавливали. Если бы я сказала, вспомни всех альтистов. Наверное, тогда бы мы весь час об этом и говорили. Только об этом вы и говорили. Конечно. Ну, кстати, о чем мы очень хотели поговорить, это о том, какой репертуар вообще есть у альтистов. Потому что каждый раз думаешь, а давай вместе сыграем, а что играть, разве что-то создано для альтистов. Да, альтовый репертуар – это такая отдельная тема. Сольный альтовый репертуар, который можно было бы сравнить с сольным, с крепичным или портепианным, это репертуар XX века. И это очень специфическая музыка. То есть она не скоро станет для широкой публики, для очень широкой публики. Понятный, понятный и любимый. Понятный, да. Хотя по качеству это замечательное произведение. Для Юрия Абрамовича Башмета написано больше 50 концертов для альтаз-оркестра. Фантастика. Это очень много. И там действительно очень много достойных сочинений. А какой твой любимый? Наверняка ты же играла тоже какие-то концерты. Мне очень нравится музыка Леденева. Роман Леденева. Профессор Московской консерватории. Да, московского композитора. Его сочинения для альтаз-оркестром были для меня открытием несколько лет назад. Ну, конечно, концерт Голубай Дулина. Замечательный. Потрясающий концерт. Два концерта у него. Александра Чайковского для альтаз-оркестром. Один из них второй концерт. Юрий Абрамович регулярно играет. Отсюда в простых тонах он называется. Я прям мечтаю сыграть когда-нибудь. Даша, оркестр есть. Оркестр уже есть. Ну да. Надо идти поработать. Но всё-таки основа альтового репертура это, конечно, ансамблевая музыка. Это сонаты, трио, квартиры. И эта часть как раз мне очень интересна и близка. И вот этим я в основном и занимаюсь. Это накладывает отпечаток на альтистов. Альтисты должны уметь выстраивать отношения с коллегами, потому что они всё время с кем-то в контакте. Не я, солист, пришёл на репетицию на два часа и ушёл домой заниматься. А всё-таки взаимодействие, поиск компромисса. Накладывает этот отпечаток на характер? Я думаю, да. Я думаю, накладывает. Всё так же, как первый скрипач в квартете – это определённый типаж. Да. Скажи пару слов, какой именно типаж, чтобы наши слушатели понимали. Потому что мы же, понимаешь, мы с тобой говорим на одном языке, а нас слушают совершенно простые люди, которые ходят иногда на концерт классической музыки. И вот даже… Да, ну вот скажи, вот именно типаж первого скрипача в струнном оркестре, в струнном квартете. Да, типаж такой человека, который считает, что он сыграет вот такими штрихами, то есть вниз или вверх, а все остальные должны это, все остальные три человека должны это заметить и немедленно изменить все свои… Всю свою аппликатуру. Все, да, аппликатуру, все изменить, чтобы совпасть с ним. И совершенно необязательно коллегам первого скрипача, он не считает себя обязанным какие-то моменты обсуждать, он просто считает, что автоматически всё как-то подлаживается под его видение и слышание. И так во всём дело, не в штрихах. Конечно, я утрирую. Да нет, нет, ты даже не утрируешь, потому что ведь есть даже анекдоты о том, что в струнном квартете, в самых известных российских струнных квартетах, коллеги вообще друг с другом не разговаривают. Они приходят, сыграли, и, как говорят, и терпеть друг друга не могут. На самом деле, это, конечно, ужасно, потому что ансамбль, музыка, она живёт, и от человеческих отношений очень важно понимать, слышать, ловить друг друга. Не так, что на одной репетиции он играет с мочком вверх, а на другой репетиции ему удобно сыграть здесь с мочком вниз. Мы уже говорим действительно о том, что понимают только струнники и те, кто играют со струнниками. Но, кстати, играют не только со струнниками. Когда я играла концерты, например, только с Ириной Валикжаниной или только с кем-то из скрипачей, то об этом, конечно, я не догадывалась. Но когда мы стали играть трио или квартеты, вот там я как раз увидела ту самую кухню, о которой ты сейчас сказала. Ну, и с Дарьей у нас был концерт в том году. Мы играли на органных вечерах в Кусково. Кстати, очень интересный концерт. Оган Себастьяна Баха, где Дарья переложила партию флейты, да? Флейты. Да. Да, то есть вот так часто и приходится альтистам, чтобы сыграть какой-то концерт. Я не прислала никакие отдельные ноты, я не прислала Дарье выписанную партию. И она сама выписала, сделала редукцию, посмотрела, что же у нее может получиться из того, что было. И действительно, ансамбль был очень интересным. Кстати, действительно, все альтисты очень жизнерадостные, вот такие улыбчивые. И инструмент наложил свой отпечаток. Но, кстати, анекдоты всегда очень странные. Вот на это нет акцента на то, что альтист лучше всех подстраивается под других музыкантов. Или есть все-таки? Анекдотов действительно великое множество. Как вам сказать? Знаете, вот мне кажется, альтисты, конечно, не обижаются на анекдоты про альтистов. Это было бы глупо, это как с блондинками. Но, мне кажется, очень показательная история, когда вот Юрий Абрамович, он ее часто рассказывает, Юрий Абрамович Башмид, играла с Мстиславом Ростроповичем. И после концерта они общались, и Мстислав Леопольдович поздравил Юрий Абрамовича, что старик-то прекрасно играл. И я бы запретил на год анекдоты про альтистов. Так бы хорошо играл. Всего лишь на год. Всего лишь на год. Как минимум. Возможно, я ошибаюсь, и там был другой срок был. Ну, смысл примерно такой. Да. Я еще хотела сказать про квартеты, что, конечно, каждый выбирает себе сам ансамбль, и сам выбирает себе скепт-играть, с кем-то играть. И вот мобильность и гибкость, мне кажется, это очень важно для альтистов. Вот я сейчас играю струнные квартеты Александра Владимировича Чайковского, которые мы будем записывать на следующей неделе на «Мелодии». И мы играем с прекрасным получистым Василием Степановым, с Денисом Гасановым, с скрипачем, и первую скрипт играть Леонид Железный. Это совсем другой уровень общения. То есть у нас как раз бесконечное обсуждение и поиск... Но вы же все друзья. Да. И мы это очень ценим. А еще я хотела бы сказать относительно того концерта, который мы играли с тобой и с Гайком Козазяном. Мне было очень интересно попробовать себя в качестве человека, который делает редакцию концерта. Я никогда в этом не занималась. Не знаю, мне кажется, получилось, и я получила очень большое удовольствие от мюзицирования, от репетиции, от концерта. Это было очень здорово. Да, тогда действительно звезды сложились, было хорошо. Приятно позицировать. Вот этого ощущения не было. Действительно был очень замечательный ансамбль. Хотелось бы повторить. Надеюсь, что нам это удастся. Кстати, Даша, по поводу твоего двойного гражданства. Как тебя встречают в Беларуси, когда приезжаешь в Минск? Тебя помнят, любят, ждут? Не забыли? Так случилось, что я долгое время, пока я училась в концерватории, я не играла в Минске. Ну, так, не знаю, может быть, я думаю, просто я была очень занята учебой в Москве и работой. И работой, да. И мне не хватало. И несколько лет назад, лет пять назад, вот мне довелось играть там камерный и сольный концерт. И вдруг я выяснила, что там есть множество людей, которые меня помнят. И это, конечно, очень приятно. На концерт приходили и мои учителя, и одноклассники. А потом появились люди, которые меня не помнят. Но тем не менее... Ну, полюбили уже. Ну, как-то, да, были готовы сотрудничать и приглашали к сотрудничеству. И, в общем, как-то эта траектория развития очень бурная. Эта часть вот моей жизни творческой, она развивалась очень бурно. Я имею в виду, связанная с Белоруссией. Ну, до последнего времени, понятно почему. Вот. И даже планировался, обсуждался проект с Машей Колесниковой, которая руководила культурным хабом ОК-16. Ну, сейчас, к сожалению, всё это невозможно. И я очень переживаю за своих ребят, которые там находятся. Мы в постоянном контакте. И очень ждём того момента, когда мы сможем снова делать яркие, заметные культурные проекты. Даша, ты всё время в музыке, играешь в оркестре, играешь в ансамблях. А любишь ещё, помимо этого, просто слушать музыку? Очень люблю. Я очень люблю слушать музыку. И я слушаю всё подряд. Постоянно присылают ссылки друзья, исполнители, которые что-то сыграли, композиторы, которые что-то написали, записали, придумали. И это какой-то процесс, который никогда не прекращается. Я очень жалею, что у меня нет наушников, которые бы мне позволили в метро ещё слушать музыку. Чтобы не слышать стук в метро. Да, я езжу в тишине. Но когда я утром просыпаюсь, я включаю джаз. Это у меня очень... То есть ты всё время в звуковом пространстве живёшь? Да. Кстати, да. Как-то я об этом не думала. Как интересно. Ну вот, что бы ты нашим слушателям посоветовала послушать? У тебя есть какое-то любимое произведение? Или, например, произведение, которое могло бы тебя охарактеризовать? Любимое произведение? Ну, я бы советовала слушателям слушать Шуберта. И мне кажется, его музыка наиболее точно созвучна моему внутреннему миру, если и говорить о моих характеристике. Ну и, кстати, если вы хотите познакомиться с Альтом, то можно послушать арпеджионы Шуберта, исполнение Юрия Башмита и Марты Аргерих. Очень интересное исполнение. Ну вот, кстати, почти все музыканты, ну, дель, становятся или исполнителями эпохи барокко, ну, барокко-классицизм, немного романтизма. А вот у альтистов, наверное, нет такого выбора. Вы больше исполняете современной музыки. То есть, вот, я, например, не очень люблю современную музыку и могу себе позволить её не играть. А ты себе не можешь, наверное, такое позволить? Это вопрос в точку. Да, альтист, который не любит современную музыку, встаёт перед сложным выбором. Но на самом деле ведь нельзя себя заставить любить. И есть многие исполнители, альтисты, которые не играют в современную музыку. Они уходят в барокко, например. Барокко, всё, что написано для Вельда Мур, даже для Гамбо, всё это прекрасно можно играть на альте с большим успехом. Всё-таки есть какое-то количество романтического репертуара. Те же сонаты Брамса. Мы регулярно воруем у кавернетистов репертуар. Ну, в общем, можно выкрутиться, но вообще, да, альтист так или иначе живёт много со временем. Ну, потому что, ну, потому что это специфика 20 век. Так сложилось. Ну, спасибо, Дарья, за увлекательную беседу. Приятно было пообщаться. Поздравляю вас, дорогие слушатели, с крещением всех православных. И, конечно, ждём, когда откроется новый концерт, потому что Даша играет и в оркестре, и играет и в бесконечные концерты. Постоянная афиша, её пестрит в Фейсбуке. А вот у нас карантин, мы ничего не можем играть, можем только слушать. Послушайте в Ютубе и исполнение Юрия Абрамовича Башмета. Башмета – это тот человек, который сделал для Альта, мне кажется, вот как никто. И, конечно, есть записи самой Дарьи Филипенко, нашей сегодняшней гости. И, конечно, слушайте классическую музыку. Она спасёт наш мир. До новых встреч. С вами была Елена Привалова. До свидания. До свидания, друзья.